Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Алексей Тюмаков, региональный менеджер по маркетингу продукции компании CNH Industrial Russia. И сегодня мы с вами находимся на базе агрохолдинга Rusagro в Белгородской области. Наш выпуск будет посвящен системам телематики, но для начала давайте ближе познакомимся с фермой. Значит, по региону площади у нас составляет 102 тысячи гектар земли. Мы выращиваем озимую пшеницу, ячмень, яровую пшеницу, сою. Основная культура у нас это сахарная свекла, для чего и делается, как раз садятся эти все культуры дополнительно, а также подсолнечник. На данный момент мы укладываемся в планируемые сроки уборки и надеемся, что погода позволит нам все вовремя завершить. Я считаю, что наш регион, в принципе, находится в зоне как раз такие плодородные земель, где выпадает достаточное количество осадков. Допустим, если взять южные районы и области, это больше зона такого рискованного земледелия, там выпадает меньше количество осадков. То есть, по нашему региону, в принципе, все условия для получения хороших урожаев обеспечены. Сейчас по данному участку средняя урожайность сначала уборки составляет порядка 65-66 центнеров с гектаром. По нашему региону сейчас на полях трудится 48 собственных комбайнов. Плюс на уборку также были привлечены порядка 10 наемных комбайнов. Комбайны последних годов приобретения. Они оснащены у нас, как я уже сказал, телеметрией, позволяющей дистанционно просмотреть, вплоть до ошибок текущих, которые сейчас находятся непосредственно на комбайне. Сейчас наука не стоит на месте, очень быстро развивается, становятся доступны все больше и больше новых технологий. И наша компания всегда идет в ногу с развитием данных технологий. И, соответственно, эти испытания и проводятся для того, чтобы рассмотреть возможности данной техники и, может быть, запланировать ее приобретение в дальнейшем как перевооружение, как переход на более новые модели комбайнов. Друзья, ну вот мы с вами познакомились ближе с хозяйством, а теперь перейдем к нашей основной теме – к системам телематики. Про них вам расскажет мой коллега Васин Максим. Добрый день, меня зовут Максим, я специалист по телематике компании Cinec. Современные комбайны оснащаются системой телематики, которая, в свою очередь, входит в комплекс решений Коммандпост. На примере данного комбайна мы рассмотрим, как представлено решение, а также рассмотрим мобильную и веб-версию системы. Итак, из чего состоит комплект? Терминал телематики, который устанавливается на комбайн и подключается к коншине объекта. Кабельная сборка, которая помогает в подключении. И веб-платформа, на которой хранятся и обрабатываются данные. Как это работает? Эксплуатационные, технические и агропараметры техники система получает за счет подключения к коншине. Данные по местоположению и передвижению система получает за счет информации от спутников. Данные на сервер передаются за счет мобильной связи. Также существует альтернативное решение с применением спутниковой связи или Wi-Fi связи, которая используется опционально по заказу клиента. Система телематики универсальна и может подключаться на любой вид техники и производительной техники. Данные на сервере обрабатываются и хранятся за счет облачного решения Коммандпост. Агропараметры поступают в агромодуль, а технические параметры в модуль технического специалиста и сервисного специалиста. Система телематики считывает агропараметры техники, такие как влажность, урожайность, наполненность. За счет этих данных можно сформировать паспорт-порт, который в дальнейшем можно распечатать. Для расширения функционала применяется дополнительное оборудование. Датчики уровня топлива, фотокамеры, метеостанции, считыватели iBAT. К примеру, на данном комбайне установлен считыватель iBAT. У каждого водителя имеется своя персональная метка, при поднесении которой к считывателю идет информация в систему, какой водитель работает за транспортным средством. За счет данной информации учитывается рабочее время водителя. Какие данные системы телематики транслируют, мы рассмотрим в следующих выпусках. Друзья, мы хотим продемонстрировать наш комбайн в действии. Давайте посмотрим. Друзья, ну вот и подошел к концу очередной выпуск нашего агромарафона. Мы с вами посетили агрохолдинг РусАгро в Белгородской области, побывали на их полях, где урожайность доходила до 100 центнеров на гектар. Наш комбайн CR980 показал хорошие результаты. Потери составили 0,21%, находили со средней скоростью 6,5-7 км в час. Но, к сожалению, нас застала непогода, и мы вынуждены прервать демонстрацию. К сожалению, из-за плотного графика мы не можем получить реальный отзыв по работе машины от хозяйства. Но в целом хозяйство осталось довольно. Теперь мы должны двигаться дальше в Орловскую область. Увидимся в новом выпуске. До новых встреч!